Не реально, у меня это так все, что я так все Потому что я чувствую, что Я чувствую, что Я впечатляю, что я не забываю от него ворота И ты, если не ворота Ты меня не раздуешь Я туда не делал, у меня почти нет Ой, прости, пожалуйста Пробуй, прощай В штабы, да Вот это вот так? Или вот так вот? Я не понимаю Отключай Да, 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 раз, напрям Потому что я не так не плавен Так неправильно, так неправильно Даже камеру лучше положить Пам! Дальше с такой дистанцией Пам! Пам! Хотя и ты, конечно, тоже мне лучше ударить То есть ты сможешь остановить руку Посмотри, дядя, там есть Мы лидер спорта Целесского союза Думай, думай Дальше с этой дистанцией Я сама напяну Просто выучит Дальше с этой дистанцией Держи Мне этого пока не хватит А лучше тебя Что же думать Что надо делать Если ты денег Рекибировка Держи, держи Режит Держи, держи Срав Dani Плышатками Держи Держи Диман, Артем, готовы, Иван, сменить? Пойдем, Диман. Иван как раз взял нож. Пойдем, Диман. Пойдем, не гони. Сейчас, пять, четыре, три, два, один. Так же? Давай, давай. Нормально. Спокойно, спокойно. Я дозирую, я дозирую. Рюкзак. Спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Давай, давай, давай. Давай, давай, кореша, кореша. Хоп, хоп, хоп. Ой, самаш. Ты сам меня отбил. Амамам. 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 Отказывай, да. Сынный ущерб, большой ущерб. Вперед, вперед. А ты так будешь принимать? Атакуй. Не бойся, атакуй. 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 Пять секунд. Четыре. Три. Два. Один. Тихо. Дима. Братан, тихо. Ты хорош. Ты хорош. Тихо. Диманик. Тихо. Тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 Нормально все, Диман? Все, маленький Будда. Тихо. Тихо, тихо. Научился второй раз жизни. Ты моргай. Два раза морги. Раз, два. Ты куда? Ты хорош, тихо. Два раза морги. Раз, два, все. Артем, что пойдем? Им вся будет страшна. У меня плечи на скатологи тут не поднимаются. Они вообще не хотят. Тихо. Все, разучился. Просто... Блин, ну знаешь, по сути... Каждому из нас в таком моменте... Дай бог, конечно, если придется. Вот пофигу, забивает уже. Блядь, вот так убери, ползи. Цепляйся, вот так вообще. Фух, ну там, грызи. Если будет касаться жизни и смерти. Во всех думки... Да пофигу, там штанцы, не штанцы. Конечно, в борьбу завязываться еще тяжелее. Но если... Если надо будет отстоять честь и достоинство, ты должен показать все, что угодно. Все, что возможно. Например, тяжелые такие ситуации, да? Ну там, мужской коллектив. Есть общий стральник, общий туалет. Драки даже там завязывались. То есть, представляете, там 50-100 человек собирается, надо испражниться. А время мало, а дырок там 3-5 штук этих. Прям там всекались. Прям там рубились. Просто находили повод. И кто-то говорит, ну я вот не хотел, понимаешь, меня взавалили, а там... Запоршмаченный пол там, засаный, заплеванный. Ну, блять, ну его тогда сломали ментально, физически. Из-за того, что он испугался, что его завалят на этом обоссанном полу. Понимаешь, какая штука? Мне вроде нормально. Падать не хочется, конечно. Но если упал, значит надо. Ну и это, блин, это настолько громадная, грандиозная тема. Я недавно Николай Алексеевич сказал. Я думаю, вот ребят, Николай Алексеевич, я говорю, понимаешь, ты занимаешься воспитанием ребят, а вот то, что они занимаются, про вас я имею в виду, вас есть лаватинская гимнастика. Это даже опаснее, чем рукопашный бой. А знаешь, Тима Димановна? Вот мы, например, сейчас мы рассматриваем рукопашный бой, мы, как соперники, друг другу что, жалеем? А сила притяжения, она пожалеет? Турник точно нет. Железка не пожалеет, сила притяжения. И вы тоже, вы намного опаснее, чем у рукопашников. Или там борцы, соперники могут сказать, давай в полсилы. А как ты силы притяжения, железки объяснишь, давай в полсилы? Никак, она шваркнется, пол или обмат, там все так же. Просто это всего лишь случайности. Иван прокачивает себя, например, он хочет, может быть, проверить свои силы на износ. Что значит такое? Знаешь, как это? Если мы сейчас поймем наше высшее положение нашей нервной системы и физические возможности, то потом каждый раз до этого высшего положения пиковой точки будет проще дойти и преодолеть ее. Допустим, у тебя, Дима, нету сил. Чувствуешь, что нету сил. Мне бы тоже хотелось бы испытать, что испытываешь ты, Иван Артем. Я уже тоже давно этого не испытывал, когда вот прям выматываюсь, устаю. Ну, не потому что я какой-то крутой, а просто по физиологически, да, возраст забирает свое, и у меня это, ну, внутренний, внутренний предохранитель. Мне, типа, Яшка, хорош, не изнашивай себя так, тебе надо проводить, еще там три занятия в день провести. А я тоже бы хотел так, чтобы аж выползать из зала. Ну, просто тупо. У меня даже нет столько времени, чтобы я устал, от чем дело. Хотя при все этом занимаюсь семь дней в неделю, как минимум пять часов. Но у меня не какая-то там жесткая пизуха. Включается ловкость, сила, гибкость. Поэтому здесь все естественно. Но очень трудно, парни. Вы при всем при этом, конечно, красавчики и молодчики. У нас даже время есть полчаса. Диман, что, рубанемся? Давай на ногах. О! Давай на ногах. Да прикольно просто. Я понял, ладно. Артем. На ногах даже руки не надо поднимать. Просто на ногах. Да я боюсь за костяшки. Больно мне всегда становится. Так ты не бей меня больно. И я тебя не буду бить больно. Я знаю, что мне прилетит больно. Знаешь, как это делается? Тык, тык. Знаем. Показываешь. Тык, тык, тык. И все. Это как прилипание или как в пятнашки играешь. У меня, короче, как-то была тема. На ногах надо было рубиться. В общем, было несколько таких моментов. Один даже был заснят. В одну организацию поехали. Попросили меня поехать. Там заступиться надо было за дедушек. За дяди взрослых. В общем, я на ногах бился. Спальняка чемпион мира. Чемпион мира по многоборью. Ну, рукопашному. Русское боевое многоборье. У них 8 или 10 видов боев. В общем, я боролся с Типом. Он раза в два меня тяжелее. Килограм 100 он весил. Он поднимал меня. Просто втыкал. И вот подряд я 8 схваток провел разных. В общем, спальняк любился чемпион Европы или чемпион мира по вот этому РБМу. Там Сережа один. Блядь, он вот такого габарита. Ну, выше меня. Как ты, Артем. Или даже здоровый. 90 сликонький. Ебать. Там вот это, бля, жестко. А перед этим у меня была схватка на боролись. У меня тип, короче, руки, локти, вывернул плечи. Там просто пиздос. Он мне говорит, слышь ты, хотя бы сдавайся. Руки хрустят. Он вахнул. Он говорит, я тебе ничего не поломал уже. И вот у меня руки не поднимаются. И мы вот так ногами машем. У меня руки просто не поднимаются, блядь. Они просто как гудят. И тренер, который вот там вот это вот тренер, все вот это организации, там разных тренеров были такого, регалий нормальный. Он говорит, да можно защищаться. Я говорю, да я б радостью, блядь. У меня просто руки не поднимаются. То есть за час я провел 8 или 9 схваток по разных видах. Там на этих, на саблях, на палках, там штыковой бой, на ножах, там пиздос. В общем, весело. Прям на день дурака это было, на 1 апреля. А на людей, на ребят наезжали приверженцы, кто русского стиля. Ну там реально кто-то по интернету знает, что пиздят, но выёгываются, а в жизни не могут обосновать. И их начинают дёргать. Их дёргают. У нас, говорит, есть зал, приезжайте. И никто не захотел. И тип мне скидывает вот это объявление, что они там хотят рубануться с представителями вот каких-то русских стилей. Я написал текст, я говорю, а чё там, чё вообще будет такое? И мне сразу, а чё ты там впрягаешься? Я говорю, да нет, интересно. Ну приходи, мы тебе, блядь, покажем, что значит интересно. Я говорю, да ладно. Я говорю, всё хорошо. Прямо на 1 апреля пришёл. Чё там, чё ты занимаешься? Гимнастика. Ну давай, сейчас ему, блядь, посмотрим. И пиздец посмотрели. Они уходили просто вот. Ну это надо отдельную тему. Один, как они здесь логично, прощались вот так с Макаром. Прощались вот так. Благодарим, благодарим. Но я просто пришлось в конце сказать. Они там слишком много выёбывались. Там в Сарах, в Завоскоры, много ребят. Это вот здесь у нас в области было. Много ребят. Приехали, они приехали, смотри, как ещё меня бить будут. Оказалось наоборот. Мне пришлось в конце наш высказательный знак сделать. Я вот так вот говорю. Вы поймите, говорю, что нет у нас винов взглядов, наверное, капашные, двоих. Это как часть гимнастики, да, как образ жизни. Я говорю, просто вы понимали, вот мы сейчас ребята все готовы, заточены для того, чтобы людей причинять страдания. А я простой инвалид. И для них это прям пиздец какая-то. Представляешь, как стрёмно, блядь, всё это узнать. И всё. Но потом, через несколько лет, они тоже там пытались выёбываться, ещё раз звали куда-то там на рыцарские бои, что там в одежде когда будет. Надо одеваться в рыцарь и ебашиться. Но я посмотрел, как они там делают. Я говорю, не-не-не. Там этот доспель килограмм двадцать тридцать весит. Там мечи эти. И без умения это очень тяжело. То есть там есть ребята, которые, например, заточены только вот так. Они берут саблю и лечили палку. И вот только вот так. Ебаш, всё. Только одно действие они делают. Вот так прямо. Долго, быстро, одно и то же. Как? Как? Ну, этот дельсерк. Он тоже стоял постоянно. А, ну, одно и то же. Да, да. Кстати, вот эта вот тема исторически-клитовая, нам очень много взята. Вот, блядь, натурив. Они чемпионом мира становятся просто вот это. Это как, ну, нет, конечно, круто, если один удар умеет только так делать. Но это не интересно для зрителя. А меня подписали на всякую какую-то движню. То есть я ни по незнанию делу приезжаю, сколько соревнований, блядь, так спирались. Там юбницы просто. Там такие всякие миндии, какие-то ушлисты, кунг-фуисты. С кем только летом не встречались. И поэтому не то, чтобы я какой-то нелюбательский кондейшн, это мастера. Вообще ни в чем не мастера. Просто сам образ жизни научил нас, как выживать. И хочется вам передать этот момент выживания. То есть нервную систему. Как поднять такую взвинтить, чтобы не смогли вас разприморить? Потому что, мам, брата, я тебе отвечаю. Если просто кто-то уловит, что, например, ты или кто-то, ну, как, в страхе находится. Вот, например, я устал, ты устал. Ну, я вижу, что ты упаливший. Я активизирую силы, наверное, напугать тебя в этой же драке. И это еще больше. Как? Красавчик. Пойдем. На ногами. Пойдем, на ногами. Пойдем ты клонишься. А ну, знаешь, ну, вообще, знаешь как? Сейчас самое главное, парень, страх у всех свойственных. Но умение преодолеть его. Ты философского склада ума. Тебе, может быть, драться вообще на это не надо. Вот так, как у тебя есть братан, есть братан, друзья, подруги, матушка, сестра у тебя. Тем более, у тебя сеструка придет друга. Она станет взрослая, придет друга. Ты первый просто спроси, друг, ну, иди сюда, дыхни, глаза покажи, там, блядь, вены покажи. Первые кто-то, не родители. Все с ним за столом пообщаться, спросить, кто он такой, как это еще происходит. Нифига с твоей сестрой будет кто-то там за руку водить, цветы ей дарить. Может, какой-нибудь непорядочный человек. Нас людей принято разделять. Да, понял, что? Все, ногами? Ты мне не поломаешь ничего? Точно? Ты смотри, и я... Да, хорошо, не годи. А сам ты? А? Ты такой правильный? К сожалению, то, что произошло. О-о-о, как ты вообще! А ты знаешь, что девочек намного больше... На них больше... ...внятая социалка, чем у него мальчишек? Ты знаешь, как девочек тяжело выдерживать, наверное, лучше всего вот эту пляску, которая у них происходит? Как она у тебя не делает? Сколько лет? Сколько лет? Уже? Уже сколько лет? Нет, только для 12 лет. О! Уже 12 лет! Уже... Ребенок еще! Ты сам, сколько лет было ты пришел? Они в свой этап. Где 80 раз моим братом в классе? Ну, ну, это 10. Ты понимаешь, что рабочую стрелку бывает? Тебе был в сердце и сюда пришел? Ты тебя помнишь как-то ребенок? Или ты был уже взрослым, осознанным мужчиной, все понимал, да, что происходит в жизни? Наоборот. Наоборот. Надо понять то, что происходит. Пока не летит в испытаниях. Просто показать своим примером он, он, ты, я. Мы показываем нашим родным женщинам, девушкам, бабушкам, тетенькам, как мужчина может себя вести. Вот и все. А если ты, конечно, будешь ей там говорить, да ты... Я не землю ее. Я не землю ее. Да-да, я бы тебе, что ты это... Говорю, я тебе несколько. А почему ты думаешь, что она себя неправильно ведет? А может, она говорит неправильно. А как? С первонословицей? Говорит на английском? Вот нелегко. Если он будет неправильно говорить, то он будет... Ну, как бы с парнями попроще, а с девочками по-другому надо внизу. Крового спорта что смотрел? Крового спорта что смотрел? Вчера крового спорта не смотрел? Ну, типа я не буду. Нормально, нормально, я останавливаю. Это истина. Но так и это в мире людей, к сожалению, нет. Тихо, банный старчик. На платформе действительности зыждется глобальная иллюзия... Ох! Блин, что, я думал по голове. Да нет, я вам по руке, надо по голове так, по руке. Все окей? Входит в парадигма, что все идет... Нормально, вот давай. Иван, дай, 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 скажи. Закручки, дай. Закручки, дай. Закручки, дай. Закручки. Как я уже сказал, мне больно... Спарта, спарта, диман. Какой спарта. Ну вот это, дай. А, надо? Давай, давай. Давай, давай. Еще два проявления разделения. Это голова и тело, и интеллект, и сила. Сам себе рукой по голове. Когда-то я уже говорил, что некогда все это было единым. Уберут большой смысл, чтобы начать различать, где границы полномочий и интеллекта, а где силы. Но я сейчас совсем не об этом. Так уж вышло, что старшие по логике должны были бы быть интеллектом, головой. Силы, руками, телом. Одни говорят, что делать, другие делают. Нагоняем ударяем. Такими же ножками. На первый взгляд узурпаторского цикла. Нормально? Прямо миллиметраж, да. Да ничего, нормально. Не управляют младшими силой, телом направлены. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну конечно, мне же интересно, как ты пробьешь. Для того чтобы младшие потом стали старшими, у которых появились бы свои младшие, понимаете? Так смогу сказать... Это потому что я... Мог бы! Мог бы, да, давай! Что, по классу, ты? Не! Променялось не станет. Вывернули здание. Сила управляет интеллектом. Старшим теперь не носителем интеллекта. Мудростью подносить без силы. Вот еще руками. Это не периоды что ли? Тихо. Это что? Колено я. Ну ладно. Главное что не крестить. Хруст, ну у тебя или у меня? Не знаю. Где он верно? Ты об коленку мне попал. Давай, или следующий? Леварю. Следующий? Продолжим? Пока ужин, покажи. Бам-бам-бам. Потом сейчас Иван Артем захочет. Неосознанно. Я приближаюсь в своем тексте к главному. И два типа обучения. Первый показать как правильно. Это значит я буду знать как правильно. И тут вылезает много подводных камней. Мало людей сейчас способных принять своя штука. Чудово. Когда выберем гад. Тихо. Сделать что-то неправильно. Я просто буду ушатывать и выматывать сам себя. Вот, 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 вот. Хоп. 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 Такие миллиметражи. Молодец. Поджопник. 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 Бодрый поджопник. Гимнастический. Правильно. Скорее всего. Я так и останусь по жизни заложником частного случая. И буду передавать его... А сейчас можно отключить руки ноги. Потихонечку попробуем. Потихонечку, да. Пам-пам-пам. В связке, да. Да. Блин, надо взяты результата или решения определенные какой-либо проблемой. То есть, концепция показывать. Как правильно и не показывать больше. Аș�инь! Азарина! Пам. И та не кашляя там. Переезжай. Не в нашу сторону они кашляют. Только Слава Богу. nets,动 intake. Па-па-па-па-па-па-па! Пdir? Забивай, забивай, забивай. Молодец. То есть вот ты её прихватил, только побежал со мной, а тебе надо было наоборот затянуть. За меня, да. Нормально? Не показывай, что больно. Я видел всё. Я видел всё хорошо. Чё, Иван, попробуем? Молодец. Ну, нет, так нет. Чё, Диман? Димка, помоги мне кубики собрать. Поможешь? Или ты восстанавливаешься? Давай, давай, конечно. Чё, парни, на выборы не ходили? Вы знаете, что там как? Думаете, вы-то юмор, вам ещё нельзя, да, выбирать? Нет. Ну, а как вообще движение там в школах сразу выбранных, Участок? Участок? Интересно. В школе же у вас тоже, наверное, был личный какой-то центр здоровья. В каждой школе по идее. В школе, да? В школе, да? В школе, стой, ёмор, в школе. Учил на заведениях, да? Дима, ты чё, братан? Дима, ты чё, братан? Дима. Мога отказала? А теперь, прикидывай, секунду. Видно, как эти тайские бойцы и юбиси пинаются? А я тоже против пандемии. Погодите, по-другому. Парни, представьте, какие у них там блянки с муртублей после боёв. Какая просто там в башке кашля, когда они нахерачивают друг друга. А знаете, как восстанавливаются? С помощью медикаментоза и наркотиков. Разрешённых. Медицинских наркотиков. Разрешённых. Любой обезбаривающий, знаешь, обезбаривающий, наркотик, но ОШП, тоже наркотик. Но оно просто дозировка маленькая. А есть такие же медикаментозы, как только по решетам, врачебными всякими штуками. Например, тот же, как оно, гормоны, гормоны какие-то, пропитие, вот только по полицепту. Тоже как бы, как считается, запрещённая штукенция. Дима, ты умирать не собираешься? Да, конечно. Точно, не собираешься. Как? На букву Н. НОШП. Н. Нафтизин. Н. Никотин. Н. Никодим. Неодим, это такой магнитик неодимовый. А, неодим это ты? Я знаю, неодимовый магнитик. Но это же магниты есть такие, неодимовые. Кстати, крутые магнитики, они такие, очень мощные. Ну да, они в этом, блядь, в спальнях ездят, металл собирают. Я знаю, я такой выжил. Ну можно там, они взяли, не знаю, как это все нормально. У нас сложные магниты были. Мы даже, а, мы сюда, при вас нет, мы магнит сюда приносили, пытались висеть на них. Не при вас не приносили. Нет, пытались зависли, там просто у меня пальцы не получилось держаться. Но вполне возможно, чтобы она выдержала. Она, правда, не ради времени, а просто эффекта. Да прикольно, надо как-нибудь принести у нас целый набор магнитиков. Так что на Н, что за лекарство? Не понял. Секретное? Да мне там секретное, можешь сказать? Я не знаю, это для взлота называется. На Н. Только она от ноги спасает один. А, это обезболивающая? Для ноги? Вообще универсальная. Для всего? Ну только она от ноги спасает один. Ну, нож-па, нож-па, нет? Ну... Что, вы знаете, что? Ну ладно, а тебе что за... Я забыл про сказку. Не знаю, я знаю тестостерон, гормоны роста. Это не гормоны. Нет, это гормоны роста, он только в таблетном капле. А, это ты про таблетку рассказываешь. Обезболивающие. Обезболивающие так дофига есть? Валериянка, Димон? Валериянка, не обезболивающие. Возболивающие. Возболивающие. Ну, это растение, да. Балдежное, оно успокаительное, оно успокаивающее. Оно кошанов возбуждает интерес у них. На Н, ты озадачил. Оно у тебя дома есть? Что, пару листов принесешь, попробуй? Нурофен? Нет. Нурофен? Нурофен? Нет. Нурофен. Нурофен. Это нурофен это просто. Да, оно чуть снижается. Балдежное. На Н. Оно безболивающие. Ну, ты не путаешь, да, на Н точно? Точно. Ну, я знаю, вот нож по-моему такой, девчонки там постоянно подъедают, когда у меня есть какие-то живот боли там, циклы, не циклы. У меня как-то Дужан угостил этим средством от кашлы, блядь, я чуть не охуел. Бутылку выпил, какой-то, сироп от кашлы. Он говорит, да серый попей нормально все, потом погуляем, пойдем. А я говорю, а зачем так могут? Он говорит, да нормально все там это. Я говорю, аж не болею. Он говорит, да нет, это прикольная тема. Я на вертолете, блядь, летал по улице ходил. Дима, или за телефон? Ой. Может там у тебя записано? Можешь это? Ага. Не-не. Снять? Видео показать, как я принцательный. Как ты что сделал? Принц, фигмент. А, мне послышалось, как я отрезал. Отрицательный? Да? Ты сказал отрицательный? Я принца, принца. Мне послышал, как отрезал игрушки. Ты обезболиваешь ноги, Иван что-то отрезал. Думаю. Это проронос ног и выход на две, как бы. При положении. Сзади? Да. Ваня, кстати, может. Ага, ага, ага. Блин, только сегодня, парни, хотел одно упражнение вам показать. Но такие подготовить мы как-то делали на брусьях. Ногами надо зацепиться за те брусья, а вот так вот руками повиснуть и покачаться немного. Все это ты делал? Угу. Подкачки, да? А не легче будет, если ноги держать наверху, стараться выше плечи держать? Вот ты когда зависал. Ну и даже никуда это вообще. Когда вниз просто уходит, все это жалей. Вот на какую штуку я говорил. Так, зависаешь, ногами зависаешь. Ну ты под вода чем? Да, и подкачку. Оп! Пошел. Оп! Крюк, смотри. Плечами не уезжай. Вот попробуй как-нибудь подкачьемся, может получится. Да. Я пробовал, не получается. Давай, давай, давай. Давай, тянем. Черт. Да, 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 да. Да, только таз, сейчас не вверх. Нормально. Давай, поднимай. Вот! А потом ноги разомкнешь, если ты будешь потом разгибать ноги, то получится прокачивай. Да. Вот как раз в такую штуку можно повыводить. Ну что, а ты, Диман, когда отрицательного принца? Положительного, Иван, отрицательного дела, ты положительного принца сделаешь. А Артем сделает нейтрального принца. Без тренировок ничего не получится. Без тренировки? Да. Ну ты же тренируешься. Или это уже для тебя не тренировка, а так развлечение? Нет, по прямой я на тренировке не тренируюсь. Там просто подводящие специальные, которые тренировать. Да и пьёвничество подводящих. Что нельзя при управлении? Всего можно подводящие найти. Ну а ты, этот... Диман, ты задумался, что дальше у тебя с гимнастикой? С вашей силовой атлетики что светит? Не задумался? Просто для себя? Просто, парни, сейчас еще такая весна. Сейчас ожидается еще в разных учебных заведениях, там, вежуха, ходы. Я же, помните, вам уже говорил, что нам надо сейчас ответственные ребята, кто могли бы спокойно открывать либо здесь зал и приходить, например, в время, там, за два часа до основной тренировки подогреться. Для своей, для своей братвы, которые прокачаны, которые уже готовы к соревнованиям размяться, потом остаться, например, на основную тренировку, либо закончить. Либо не в этом месте, потому что здесь администрация проблемна, а в учебных заведениях нам надо понять, как у вас репутация в ваших учебных заведениях, договориться там с физруками, с завучами и прочее. И там привезти по площадке, какую организовать, может быть, у вас там попрет, именно прокачивая свои навыки, допустим, как воспитатели, состарат, тренера, чтобы у вас было время, опять, при условии, что учеба хорошо, бытовые дела все хорошо и прочее, прочее. То есть, уже несколько лет мы разговариваем про это, думаем, кому можно доверять. Вот Никита Варенников, мне сегодня, Серега Скава, Сергей Сергеевич, у Никита сегодня с Пахмелуги пришел на выступление. То есть, от него не первый раз это уже было. Алкоголем пахнет, ну, а это что это такое? То есть, ну, блядство, да, это не совсем правильно. А что надо понимать, что такое есть, блядь? Почему, если упоминается этот термин, это непорядочная личность. Либо, бляди, непорядочные личности женского, либо мужского рода. Все, это не какой-то там гулионный, там нет, это просто непорядочный. А вот непорядочный включает в себя та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, варианты. И поэтому, когда какой-то человек, который харкает на землю, плюет на землю, и к которому я обращаюсь, что он, блядь, говорю ему, да, что он, да, нет, я не, блядь. Ну, как же не, блядь, если он наплевывает нашу родину. Или бы другой какой-то чучело, который там крополит для себя что-то от братвы, И он еще до конца не сучился, например, не стал поганым каким-нибудь негодяем. Но уже на пути блядства. Но иногда слово, как сегодня ребята применяли, блядь, это что-то, что не получается. Например, это не значит, что я непорядочный или она непорядочный. Нет, это тоже мусорное слово. Мусорное? Да нет, братан, у нас нет ни одного... У нас есть ругань, есть брань, есть сквернословие. Самый настоящий русский язык это... Да, матерные слова, да, вот так. Есть анекдот даже известный. Два... Ну это анекдот, как анекдот с французской переводится, случай из жизни. Вот конкретно прям случай из жизни, не выдуманный какой-то, да, вот прям конкретно. Учения идут, военно-морские, два корабля, два капитана дают, вернее, там лоцманы, боссманы дают приказы. И проверяют, даже не два, даже три, кажется, если не ошибаюсь, проверяют. Время, время этого приказа и время исполнения приказа. Например, зарядить орудие бронебойно-зажигательный, там, градус такой-то, пли. Этот отчитывается, пли. Например, 10 секунд, да, происходит с приказа до выстрела. Англичане говорят по ихнему языку, там, американцы, японцы по ихнему, и русский. Кричит натуре, там, Ваня, ну-ка эту хуйню туда засовывай, огонь, блядь. И Ваня понимает, какую надо хуйню куда засунуть, и куда надо подстрелить, понимаете, несколько секунд. Но опять, в то же время жутко общаться с людьми, которые только на свернословии. Только бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, там, хрен побенишь, блядь, чё он имеет. Есть люди такие, которые говорили про своих родных. Ну, сейчас, как бы, это по-корректнее. Ну, типа, там, про свою жену, например. Да я эту, блядь, в душе мне не чаю, ёбаный в рот. Понимаешь, чё он имеет в виду? Про какую, блядь, там, в душе не чаю? Кого, какого там в это делать, да? Это просто набор слов ругань. Но если раскрыть, он, может быть, сказать красиво. Я свою супругу настолько люблю, что переживаю за неё, там, каждой фиброй своей души. Или вот, можно сказать, лежит тело, понимаешь? А это, на самом деле, Дмитрий Сергеевич Сосалетин устал. Чакру открывает, либо эта воронка кверху. Дима, ты там сигнал принимаешь какой-то, что ли, космический? Да? Подводящий. Ха, подводящий, к чему ты делаешь? К переднему лёжу? Да что, сделай стойку на руках и успокойся. Сделай выход силой. Вздохни, выдохни и всё. Тоже не хочешь? А заход силой. Поподтягиваемся. Дима, нарванёшь? Только давай крутые, подтягни с резинкой. Сделаем? Давай, давай, знаешь, что? А? Причём не попейся, там вода. Или вообще нет? Вообще, сейчас гляну. А у вас там бутылет воды? Всё, разобъем. Ну, есть, в общем, полстакана кофе. Вот давай, ты нам на троих разделишь полстакана кофе холодное. Не будете? Просто я ещё из него не пил, но вот сейчас попил, и сходите раздельно. Ну лучше потерпеть. Давай, глоточек, ну смотри, аккуратно. Чё, подтянемся? Попробуем на максималку с резинкой. Тихо, 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 тихо. Точина, пожар. Заебись ты. Я выпил практически всё. Ну, молодец, что оставил хоть глоточек. Молодец. Чё, пробуем? Продолжение следует.